Мы встретились с Сергеем Пневым. Привет. Ты вообще как сам себя можешь позиционировать? Кто ты? Как кто? Гитарист, конечно же. Гитарист, композитор, вокалист и все. Самое главное это гитарист? Нет, наверное, самое главное все-таки композитор. Но я так себя чувствую. Играешь только на гитаре или на каких-то еще инструментах? Еще я играю на балалайке, на домре, и сейчас учусь играть на барабанах. Вот такой вот арсенал. Когда ты сочиняешь песни, для тебя что главное? Главное слова, главная музыка, гармония, мелодия? Для меня главное все. Главное гармония, мелодия и ритм. Три составляющие музыки. В песне вообще на самом деле главные слова, если уж так говорить. Ты говоришь, когда сочиняешь музыку, в песне главные слова. Если слова цепляют, если слова хорошие, то, конечно, они уже предопределяют музыку, которая получается. В каком возрасте ты первую песню написал? Прямо со словами, которую ты потом исполнил, которую, возможно, сейчас исполняешь? Наверное, лет 15, может, 14-15. Вот так вот. И в каком стиле это было? Нет, наверняка это начиналось с какого-то подражания, правильно? Конечно, нет. Первое подражание там все были. Мне старшеклассники показывали аккорды там на гитаре первые. Блатные лесенки, звездочки всяческие. И, конечно, тогда, в то время, там, в 80-х годах, там, в середине, играли песни все на гитарах «Машина времени», «Воскресенье» с Никольским. Потом чуть позже Цовой пошел, там, Шевчук, вот такие какие-то песни. Я не знаю, как это стиль определить. Ну, такой, наверное, своеобразный советский рок, что ли. Ну, первая была уже тяжелая, на самом деле. Первая была тяжелая. Она была в стиле, наверное, такое что-то, что-то близкое к хардкору, мне кажется. Насколько тогда могли мы это воспроизвести. И я помню, но она, конечно же, не играется нигде уже давно. Ей игралось мало, и она такая была смешная. На русском языке? На русском языке, конечно. Ивана была против наркотиков, хотя мы даже не знали, что такое наркотики. И ничего не пробовали в тот момент, там, только были первые опыты, там, табакокурения, там, и пробовали пиво. Но уже подвергшись, наверное, каким-то общим веяниям, решили выразить свой, как бы, свой протест против наркотиков. И оно получилось, как бы, припев там был такой, люди, очнитесь, жизнь на волоске, шприц вас подводят к модильной доске. Ну, так все было наивно, по-детски. Но она была реально тяжелая и с быстрыми ритмами. Нам тогда нравилось, мы думали, что это круто. А вот смотри, еще такая тема была в 80-х, 90-х годах, ну, скорее, в конце 80-х. Антивоенные песни. Нет, что-то у нас обошло, обошло меня это все. Ну, то есть, какие-то глобальные темы тебя не трогали? Больше к личности, к проблемам конкретного человека, к проблемам подростков? Да меня вообще мало трогали какие-либо темы, потому что я, в общем-то, не писал стихи и не пишу их. Поэтому выбор тем, я мало ему уделял внимания, потому что мне музыка больше интересовала. И в то время, когда все эти игрищи начинались, так, если можно сказать, больше было, конечно, все-таки такой мрачной тематики. Где-то философской, где-то какой-то мистической. Вот, наверное, она даже и прошла с нами, и перешла в наше, в сегодняшнее время, уже трансформировавшись как-то. И не было каких-то таких штампов, что ли, канонов по поводу тематики вообще, как таковых. Почти не было никакой любовной лирики, абсолютно. Да, хотел спросить как раз. Абсолютно. И не было какой-то вот антивоенной, там, социальной направленности, там, против наркотиков. Это просто первое, это как-то про первую песню спросил. А дальше там уже, конечно, так как мы, в общем-то, я говорю, мы там, я с моими друзьями, там это еще были безымянные группы. Вот. И пытались играть тяжелый рок. И в то время в среде металлической превалировали такие мрачные темы, там, смерть, черепа, трупы и так далее. Всяческие, всякая нечисть и темные силы. Вот. Мы как бы своим... Причем это было не какое-то там подражание или поклонение, там, а просто наш взгляд на мир через призму некого несоответствия, которое наблюдалось, особенно тогда в нашей жизни. И все это я сейчас размышляю на эту тему, почему тогда все отечественные группы играли песни с мрачной тематикой. Я не буду их перечислять, почти все. Вот. Вот. Были такими, в общем-то, чернушниками, я так сказал. Вот. Потому что это висело все в воздухе. И распад государства целого нашего, оно к этому все шло. И недаром потом были там вот эти... Советский Союз, там, в некоторых рок-фестивалях, там, он назывался «Империя зла». Потому что коммунистический режим, он, конечно, вот, рухнул достаточно, так, с треском, я бы сказал. И то, что после этого произошло в нашем государстве, оно... Шлейф продолжается по сей день. Вот. Мы еще не оправились, я считаю, от нашего этого семидесятилетнего наследия. Вот. И поэтому были такие тексты, такие песни. То есть это даже не протест, хотя можно и так было сказать, а передача своих ощущений. То, что мы видели вокруг. Для нас это была реальная чернуха. Когда страна, в которой ты родился и вырос, превращалась в ничто. И на смену людям, которые казались людьми, пришли люди, которые... Большинство из которых во главу угла ставят только деньги и свою личную выгоду. И поэтому так. Где ты родился, где ты жил? Как это происходило? С кем ты общался? С самого рождения, что ли? Да. Я родился в Москве, я родился на Октябрьском поле, на улице Расплетино. И через буквально полгода мы переехали в Чертаново в новый дом. В новый район. Это был совершенно новый район. Типа как сейчас, наверное, какой-нибудь Бутово. И еще дальше там. Это была окраина конкретная. Там были еще деревни, огороды, козы, коровы, там, поля. И у нас возле дома прям был огромный яблоневый сад. Ну, тогда уже застраивали многоэтажками эти все территории. И там дедушка мой помог семье молодой, купив, внеся какой-то пай за квартиру кооперативную, в общем. И туда мы переехали. В общем-то, я там и жил. А как с кем я общался? С такими же, как я, людьми, мальчишками, девчонками. У меня есть некоторое представление о Чертаново, там, 90-х годах, да, что это такое достаточно неспокойное место с какими-то молодежными бандами, там, не знаю. Ну, оно неспокойное было как раз и до 90-х. Оно было неспокойное больше в советское время. Когда я в 90-х годах, я уже был взрослым человеком. В общем-то, я родился в 72-м году. И в 90-м мне уже было 18 лет. А как раз неспокойным этот район был в моем детстве, когда я был еще ребенком и подростком. Потому что… Вот это наложило отпечаток на твои настроения, на твои вкусы, на твое творчество? Думаю, нет. Думаю, что нет. Это было просто настолько естественно, и я это воспринимал как данность. Мне не было каких-то потрясений и каких-то диких эмоций там по поводу моей жизни. Все было в порядке. Хотя иногда, конечно, случались какие-то инциденты там у нас в молодежной, в подростковой среде, так скажем, были какие-то противостояния, там, драки. И разделение территорий вплоть до небольших территорий. Там несколько микрорайонов объединялись против других, там, драки стенка на стенку, там, и так далее. Конечно, в таких, ну, в глобальных побоищах я не участвовал. Вот. Это все-таки были ребята постарше. И, ну, тем не менее, там, всех это касалось. В тот период, черта, ну, это, наверное, начало 80-х, ну, первая половина 80-х годов, я бы так сказал. А потом уже это стало стихать как-то, уже все привыкли. Может быть, это был отголосок еще того, что там новый район образовался на месте, где тоже жили люди, многие из которых там остались жить, им дали квартиры. Ну, были люди, которые там жили там поколениями. Это же была деревня Чертаново. У меня был такой интересный период в жизни с 3 по 5 класс. У меня родители уехали жить, работать на север, на крайний север. То есть я обыкновенный там чертановский ребенок. Я заканчиваю второй класс, и родители принимают решение уехать работать на север. Вот, причина, значит, это я скажу сейчас какой год, наверное, 81-й год. Ситуация такова, что родители у меня мама пианистка, а папа учитель физики. И зарплаты у них, видимо, было недостаточно для того, что они хотели сделать. А ценности в то время были какие, там, цветной телевизор, стенка какая-то импортная, там, или хорошая наша, там, какой-нибудь ковер там на стене, там, и так далее. Вот не получалось это никак. А это все, там, мягкая мебель, там, какие-то такие вещи. Ну, им хотелось создать уют дом, там, и так далее. А у меня отец, он был родом с севера, его отец мой дед геолог. Вот, он родился в Магаданской области. Кстати, в одном и том же селе, в котором родился Юрий Шевчук, село Ягодное Магаданской области, я подозреваю, что они учились в одном, в одной школе. Может быть, даже там, в соседних каких-то классах. Потому что там, естественно, одна школа всего была. И вообще на севере многие поселки и села, они образовывались только по принципу, там, каких-то приисков или горно разрабатывающих всяческих предприятий. Вот, сейчас оно уже, по-моему, совсем загнулось, это место. Ну, неважно. И, в общем, отец был оттуда родом, и у него осталось много друзей. Он закончил Магаданский пединститут. Вот, и один из его друзей пригласил его. Сказал, что у нас тут все хорошо, подъезжай, есть работа и достойная зарплата. То есть, со 120 рублей в Москве он уехал на 700. Вот, в 81 году это были очень хорошие деньги. Ну, естественно, были и издержки, потому что климат там достаточно суровый. Мы жили на Чукотке, поселок Провидение. Это в Берингах пролив, 45 километров от Аляски. И там достаточно суровый климат, там нет деревьев вообще. Море холодное и сотки. Вот, полярная ночь, северное сияние и так далее. И вот этот период как раз у меня и отразился впоследствии в творчестве. Потому что там, несмотря на эту всю суровую красоту, там было много чего интересного. Я видел, например, как разделывают кита на берегу. Я видел, как там рыбаки, как зверобои их называли. Как они привозили забитых моржей и нерб из моря на своих вильботах. Чукчи и эскимосы. Там местное население, очень колоритные люди. Несмотря на то, что про Чукчи там у нас куча была всяческих анекдотов. Потому что они тупые и так далее. Совершенно это не так. Это прекрасный народ вообще. Очень самобытный, со своей культурой. И я с этим соприкоснулся. И это было очень интересно. Конечно, для ребенка особенно. Вот. Ну и потом, через три года мы вернулись в Чертаново. Родители решили, что уже достаточно. Они заработали денег, сколько им надо. Купили все свои телевизоры. Я вот знаю, что в советское время многие уезжали на заработки. Но это были сезонные работы. И они возвращались к своим работам. Ученых, учителей и так далее. У вас это получилось в семье. Как бы такие затяжные заработки. Да, да. Это был конкретно такой, да. А ты единственный ребенок в семье? Нет. У меня сестра родная. Она три года у меня младше. Причем ее было принято решение не брать с собой. Я тогда шел в третий класс. А она еще через год только должна была пойти. Ей было шесть лет. Решили, что она еще маленькая. И оставили ее у дедушки с бабушкой. Вот. На три года. Вот. Хотя это была, на мой взгляд, некая ошибка. Ну, никто не делает ошибок. Мы с ней были разделены. И из-за этого, видимо, впоследствии не выставились такие теплые отношения, какие бывают в некоторых семьях. Хотя мы с ней дружим, общаемся и так далее. Но какие-то отголоски того времени, так скажем, до сих пор дают о себе знать. Вот. Потому что мы жили в разных местах и по-разному воспитывались в то время, когда это все закладывается в человеке. Какие-то основные мировоззренческие штуки. В общем, к чему я все это веду? Давай. В 95-96 годах в Черноголовке, где у нас был такой рок-клуб черноголовский и в определенном смысле он сохраняется. Ага. Вот мы с братом организовывали концерты группы «Психоз». Концертов было много разных, но концерты группы «Психоз» их было три. Вот за 95-96 года в Черноголовке они запомнились очень многим. И это были полные залы. На одном из этих концертов ты был в качестве гитариста группы «Психоз». Да. Так вот я хотел узнать о том, как ты попал в группу, как ты познакомился с вокалистом этой группы. Ну, это на самом деле очень длинная история. Я постараюсь ее максимально сжать. Дело в том, что вокалистом групп «Психоз», как ты знаешь, был Сергей Савушкин по кличке Сава. Его так все и знали. Как Саву, да. Он был поэтом и певцом. Вот. К сожалению, его сейчас нет среди нас по трагическим событиям. Вот. А познакомились мы с ним, когда я пошел в девятый класс, в 87-й год. В 87-й год я попадаю в школу, в которой учился Сава непосредственно. Но он уже год как там не учился, он закончил 8 классов. Это было его единственное образование в жизни. Вот. А через подъезд от меня в моем доме жил такой человек, про которого нельзя не упомянуть. Его звали Вано. Вано. Он был, напомню, грузин. У него была мама русская, папа грузин. И они были Савой лучшими друзьями. И почему-то Сава никогда к нам не приходил во двор. У нас там были свои компании. И Вано там тоже участвовал. Мы с ним подружились на почве любви к тяжелой музыке. Вот. Достаточно часто общались. Бывали друг у друга дома. Он все время рассказывал, что Сава, 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 Сава. Причем пару лет это продолжалось. Я думаю, что там за Сава такой. А рассказы были такого рода, что у Савы уже в третьем классе выросла борода лопатой. Вот. Он курил с первого класса. И там ему в 13 лет спокойно продавали алкоголь в винных магазинах. Потому, что у него была внешность как у здоровенного мужика взрослого. Это... Такое описание, конечно, было и интересное на то время. Ну, и потом в девятом классе у нас такая образовалась компания интересная в соседнем дворе, где мы каждый вечер собирались. Просто у нас там было, как правило, человек 10-12. ребят там от 14 до 16-17 лет. Собирались там, веселились, балдели. Порой даже и выпивали пиво там. Ну, не часто, я бы сказал, тогда еще с алкоголем каких-то не было близких отношений совершенно. И в один прекрасный вечер, очень я помню это как раз было. Воно привел салу в этот двор, в нашу компанию. Вот. Ну, это был, конечно, шокирующий момент. Потому, что внешность у него была тоже незаурядная. Он был высокого роста, очень крупного телосложения, с большой бородой, с длинными волосами. в шляпе, в плаще серого цвета, в спортивных штанах с лампасами и в штиблетах 47-го размера. И еще, плюс ко всему, у него всегда был плащ и рубашка на распашку. И на груди медный или алюминиевый, я ж не помню. По-моему, медный крест, маленький такой. Вот. И это было настолько необычно для того времени. Таких людей на улице просто не встретишь. Вот таким был Савва. Вот. Мы с ним сразу же, как бы, нашли очень много общих тем. Он тоже был металлистом. Он был на год старше меня. Вот. Был металлистом, когда он узнал, что я гитарист. Он тут же сказал, что он пишет стихи. Вот. Стал там что-то декламировать. Но на тот период у него были, конечно, тоже, даже как моя, там, первые музыкальные опыты были несколько наивными и детскими. И стихи у него тоже были соответствующие. Вот. Но постепенно, причем с прошествием времени, там, мы не сразу стали с ним что-то вместе делать, там. А у меня уже была группа в тот момент. Я уже играл. Вот. Он, конечно, был этим тоже очень вдохновлен. Потом выяснил, что он даже мечтал петь с нами. Вот. Но петь он стал потом уже позже в другой группе немножко. Вот. Собственно, вот так, ну, такое знакомство. Подружились мы быстро. Общались мы много. Постоянно. Я у него постоянно пропадал, сидел у него дома. Прогуливал школу. Уже в десятом классе. Мы там рубились с ним в денди. смотрели видеофильмы всяческие ужасы. В салоны, видеосалоны ходили. Вот. Что еще мы делали? Ну, я на гитаре играл. Он там пытался что-то сочинять. Я пытался у него дома что-то сочинять. Ну, и так как-то потихоньку выстраивалось какое-то, как сказать, сотворчество, я бы так сказал. А в психоз я попал совершенно случайно и на тот период, потому что там играли совершенно другие люди. Там пел Сава. Вот. Но просто дело в том, что гитарист группы «Психоз», мой друг Юра Крюков, он в тот момент переиграл правую руку и не мог играть на гитаре. И ко мне обратился он и Егор, второй гитарист психоза, с просьбой помочь им, чтобы группа продолжила существование, какой-то период заменить Юру, собственно. И, ну, я согласился с удовольствием, потому что мы были все друзьями, и мне не составило это никакого труда, и все равно мы кучу времени проводили вместе. И эти какие-то репетиции, они нисколько меня, как бы, не мешали, а даже наоборот. Я был даже рад. Вот. И где-то около пяти концертов, в том числе тот концерт в «Черноголовке» в девяносто шестом году. Вот. Я играл в группе «Психоз» с Савой. К сожалению, потом уже где-то, потом вернулся Юра, у него с рукой все нормализовалось, он вернулся, они сделали еще какие-то записи. Вот. Но через год, наверное, наверное, через год, по печальным, в общем-то, обстоятельствам, и Егор попал в тюрьму, гитарист. И группа, в общем-то, прекратила существование, так как он был основателем и главным организатором всего, всех движений, концертов, репетиций, записей, собственно, и всего. Вот. Вот так вот и было. Про свое образование расскажи. Музыкальное? Да. Музыкальное образование у меня достаточно такое длинное. Я начал музыкой заниматься в шесть лет. И когда, опять же, в Чертаново ходил в детский сад, у нас была со мной в одной группе девочка Маша. Вот. Ее родители очень-очень рано отдали заниматься скрипкой. Ее забирали раньше, как правило, из детского сада. И она жила в соседнем подъезде со мной. Потом в одном классе учились. И родители ее забирали раньше, чтобы отвезти в музыкальную школу на занятия. И она все время ходила с такой маленькой скрипочкой. Ну, это было там, мне было пять лет, наверное, и ей тоже. И у меня какое-то такое непонятное возникло ощущение. И я сказал своим родителям, говорю, а я тоже хочу на скрипке играть. Причем, я точно не помню, по-моему, даже меня не расспрашивали. Но, так как у меня мать музыкант, пианистка, в общем-то, восприняли это с радостью и повели меня в музыкальную школу, где меня прослушали. Там мне надо было что-то спеть, повторить какую-то мелодию, прохлопать какой-то ритм. И взяли меня на скрипку. Собственно, я и закончил музыкальную школу по скрипке, по поводу образования. Закончил, правда, ее с трудом, потому что уже, когда я стал взрослеть, мне это стало неинтересно. Сейчас смог бы что-нибудь сыграть на скрипке? Смог бы, да, я сейчас даже записывал эту скрипку в один интересненький альбом, который скоро выйдет. Вот, я там прописывал, я долго не брал ее в руки. Ну, скажу честно, не занимался. Ну, как-то там какие-то не суперскоростные, не суперсложные. Я там накладывал много скрипок, там элементы как бы даже, ну, не то что оркестра, а как ансамбль такого скрипичного. Вот, мне кажется, получилось забавно, интересно и даже не слышно, что там играет какой-то человек, который там только школу музыкальную закончил и 30 лет там с лишним не играл на этой скрипке. Вот, не беру ее в руки, хотя очень иногда хочется, но я понимаю, что это такой инструмент, которому нужно отдавать очень много времени и сил, она так просто не зазвучит. И чтобы играть что-то более-менее приличное, чтобы можно было играть одному сольно для людей, вот. У меня для этого сейчас никаких внутренних ресурсов нету. У меня гитары и группа отнимают, и семья отнимают больше времени, к счастью. И я не готов у них это время забрать. Вот, скрипка, потом, после скрипки уже все там хэви-метал, никакого образования. Ну, в 94-м году, уже пройдя определенный путь музыкальный и оказавшись в некоем тупике, так как не получалось у меня полноценно, неполноценно вообще никак на тот момент зарабатывать деньги с помощью музыки, которую я хотел играть, которую я играл, собственно. И я пришел к выводу, что мне надо учиться на гитаре, играть профессионально. Вот, и поступил в музыкальное училище. Музыкальное училище, раньше оно когда-то называлось Царицынским. Когда я в него поступил, да и, по-моему, по сей день, оно называется «Московское областное высшее училище культуры». Мавуки. Ну, оно, не знаю насчет базового. Мавуки, Мавуки, оно, как бы, при Институте культуры находится, находится с ним рядышком, это все находится на Левом берегу. Я не знаю, Химки, не Химки, но, в общем, в тех краях, там, на Левобережное, за МКАДом. Полтора часа мне было туда ездить, в Чертаново. Ну, я три года туда ездил с удовольствием. У нас там образовалась отличная компания, было много хороших ребят, интересных музыкантов. И до сих пор со многими мы поддерживаем отношения. Сейчас все твой брат, вот, учился тоже в этом училище, на народном отделении, там мы с ним познакомились. Вот. Да и очень, вообще, там были хорошие времена. Училище, а потом три года я там отучился. Эстрадное отделение, эстрадное отделение, да, на гитаре, на электрогитаре. Вот. Конечно же, оно было на основе джазовой музыки. И про параллельных каких-то направлений, там, латино, блюз и так далее. Конечно, heavy metal там не пахло, даже роком обычным. Вот. Но я очень много узнал там для себя нового, научился играть в разных стилях. И у меня был прекрасный учитель Николай Михалыч Головня. Я считаю лучший преподаватель электрогитары в нашей стране. К сожалению, он тоже умер уже несколько лет назад. Вот. И по окончании училища, уже когда я играл преддипломные экзамены, прогоны там, так называемые, у меня наш зав. отделением, Рупец Ленин Гаврилович спрашивает, «Ты пойдешь в Кулекто?» Я говорю, «Не пойду». Он говорит, «Ну, тогда четыре тебе за специальность». Меня это так задело, потому что это 97-й год. Я тогда очень сильно упирался, занимался на гитаре и был не согласен с этой четверкой категорически. Я говорю, «Почему четыре?» Он говорит, «Потому что нам нужны… всего берут трех человек в Кулек без экзаменов. Нам нужен красный… берут только красный дипломников. Поэтому мы тебе не будем делать красный диплом, хотя могли бы. Но ты же не хочешь, ты же отказываешься». Я говорю, «Нет, я передумал». «Я пойду в Кулек». Он говорит, «Ну, тогда пять». И он дал мне, как говорится, путевку в этот институт культуры, сразу на второй курс, тоже на эстрадное отделение. «Инструменты эстрадного оркестра», по-моему, оно называлось. Это было заочное отделение, мы там только раз в полгода приезжали туда. Это уже было не обучение, а просто получение высшего образования. То есть, никаких навыков. Закончилось все дирижированием эстрадным оркестром. То есть, диплом на работу – это дирижирование? Да, дирижирование эстрадным оркестром. И какой-то там что-то типа ансамбль было, но я даже не помню. Все это было настолько формально. Ну, мы были заочники, в общем. Все взрослые люди, многие из разных городов. И хотя тоже было полно в большинстве своем хороших музыкантов и просто людей. Собственно, на этом музыкальное образование моё и закончилось. Это был 2001 год, институт культуры закончился. Музыкальная школа «Скрипка», училище «Гитара», институт культуры «Гитара». Все. Дальше все остальное было самообразование, какие-то поиски. Часто задают такой вот вопрос. Если бы можно было отмотать назад и что-то поменять, ты бы что-то поменял? Ну, в музыкальном ключе ты имеешь в виду. В плане образования, в плане направления? Да нет, вряд ли. Вряд ли я поменял бы направление. Потому что тяжелая музыка, она, я не знаю, как там у других, но у меня она, когда попала в мои уши, через них в мое сердце и так далее, она там застряла навсегда. Вот смотри, тяжелая музыка – это западная музыка. Никогда не было мыслей по поводу того, что раз это музыка с запада, Америка совершенно, да? То и учиться бы ей надо там. Не было таких мыслей там съездить? Не было. Не знаю, почему бы не было. Да и учиться играть рок у меня такой задачи никогда не стояло. Я не могу сказать, что я там могу сыграть все там и во всех стилях, но… Для меня играть рок нетрудно совершенно. Гораздо сложнее его придумать. Хороший рок. Гораздо сложнее. А воспроизвести – это не самая сложная музыка. Джаз гораздо сложнее. Гораздо. И даже кто-то сказал из… Я когда пришел в училище, кто-то процитировал нам на каком-то уроке, что если человек играет джаз, он играет все. Может быть, сейчас кого-то покоробит эта фраза. Я знаю очень много людей, даже среди музыкантов, которые джаз не принимают, не любят, причем среди очень хороших музыкантов, с которыми я вот сейчас порой сотрудничаю, которые играют на мировом уровне, а джаз не любят. Для меня это загадка. Значит, в какой-то момент мне попался такой человек, как наш учитель Николай Михайлович Головня, который был всем сердцем предан джазу и эту любовь передал нам. Мне она, конечно, досталась в небольшом формате. Я не стал джазменом и не собирался им быть, и сейчас не собираюсь, но те знания, которые он дал, и те примеры, которые он нам показывал из западных исполнителей, потому что джаз очень разный, и бывает джаз слащавый, бывает джаз некрасивый, бывает он всякий разный, но настоящий джаз – это искусство. Я считаю, каждый музыкант должен это понимать и хотя бы чуть-чуть в этом разбираться. поэтому учиться, учиться можно туда поехать играть джаз, играть рок, его можно услышать и скопировать, если есть такая задача, услышать и западные образцы и скопировать. Единственное, что у нас нет, не было в тот момент, долгое время не было, только сейчас, какие-то последние годы, в общем-то, продвижки, не было такой аппаратуры, не было таких инструментов, и не было этой культуры, и не было, к сожалению, сейчас нету, индустрии этой, рок-индустрии, которая эту музыку как бы внедряла бы в массы, как у нас внедряют, например, шансон, или какую-то поп-формацию, не знаю, как назвать. Ну, собственно, поп-музыка, рок-музыка может быть и поп-музыка. Да, конечно, она может быть и поп-музыкой. И у нас она всегда была как музыкой какого-то протеста, или противопоставления всему остальному. Ну, может быть, это особенности просто России, наших условий, так скажем. И, опять же, перелома в нашей государственности, который вот случился в девяносто первом году. Вот, потому что как раз подъем тяжелой музыки, он пришелся на этот период уже где-то с восемьдесят шестого, что по девяносто второй год был расцвет у нас тяжелого рока. А потом он потихонечку пошел на спад. Он, конечно же, остался, но в таких незначительных количествах и уже не таких ярких проявлений, как тогда. Потому что людей тогда, конечно, вдохновляло это все. Скажите, смотрел фильм «Путешествие металлиста»? Нет, слышал о нем, кстати, недавно. Для меня более всего интересно. Там много интересного. Это Керри Кинг? Это практически все металлисты. Это фильм молодого человека. Он антрополог по образованию. И он сделал такую, типа, дипломную работу. Я не знаю, была ли это официальная дипломная работа, но подход к работе был именно такой научный. То есть он, во-первых, объездил практически весь мир. Он брал интервью у Слеера. Ну, Керри Кинг там участвовал, я знаю, снимался. Да. Интервью у фанатов в разных абсолютно странах. Он попытался построить иерархию стилей, как появлялись группы, и из каких стилей какие стили появлялись. Вот. Для меня самое интересное в этом фильме было то, что там нет ни единого упоминания о том, что есть Россия, и в России есть тяжелая музыка. Металл. Да. То, что к нам приезжают исполнители, регулярно приезжают. То, что у нас есть свои группы очень неплохие. А об этом такое ощущение, что это просто какая-то другая планета. Вот. То ли это было сознательно сделано, то ли действительно как бы не доехал человек до сюда. Но вот сильный диссонанс я ощутил, когда посмотрел этот фильм. Там еще была вторая часть, второй фильм. Угу. Слушай, я с удовольствием его посмотрел. Я думал о нем как раз. Потому что я совершенно случайно где-то наткнулся, что там снимался Керри Кинг. Вот. Он, в общем-то, в детстве на меня оказал некое влияние. Когда я услышал о Слэйер 86-й год, Рейн и Блад. Вот. Это знаковый альбом в моей жизни. Один из. И я недавно про него прочитал, что он снимался в этом фильме. Я вот не знал подробностей, что он сказал. А то, что там нету России, это не удивительно. Потому что мы играем уже… У нас в стране уже это вторично. Мы не есть первоисточник. Это то же самое… В этом фильме есть Израиль. Есть там две израильские группы, которые единственные в Израиле. И понятно, кто рулит Америкой и кто живет в Израиле. Понятно, что они там будут. В России значительно больше групп. Чем в Израиле – возможно. Чем в Израиле – возможно. В России намного… Вообще, наш человек гораздо талантливее, гораздо душевнее и гораздо внутренне богаче, нежели чем американцы и все остальные. Без всякого бахвайства это говорю. Но просто у нас этот талант… Он не просто даже… Нельзя сказать, что он не может пробиться. А он просто, только появившись, исчезает. У нас нет условий для этого. Это все равно, что на какой-то каменистой почве сажать очень сложные какие-то растения, цветы там, дико… Эти… В общем, редкие виды. Вот. Которые тут же будут засыхать. Вот у нас именно так. Вот. И все равно эти, как бы, люди появляются тут постоянно. Вот. Не иссякает, в общем, у нас этот поток. К сожалению, просто редко кто… 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 Доводит, как бы, свое творчество до массового зрителя. Потому что к этому очень много, конечно, нужно и труда предложить, и очень много преград нужно пройти. Чтобы, действительно, там… А тебе могли в американском фильме написать, что ты металлист из России, который что-то там сделал серьезное. Ну, однажды это все-таки, наверное, будет. Ну, я не сомневаюсь даже в этом. Ну, спасибо тебе. Был рад. Лейтинговляjyi Ставия Приятному Удачусь 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 В